И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Давным-давно у нас не было уже роликов по нагибу в каких-то каточках, что-то вроде там, каких-то битв ББП, марафончиков, чего-то такого подобного вот сегодня. Зашел на одну такую каточку, 10 минут до конца боя у нас осталось. Введу вас в курс дела данного боя, вообще, когда я зашел, что тут было, как все происходило. По табу можно видеть, что у нас очень много обнуленных игроков. Произошел какой-то опять лаг сервера, и очень многих игроков именно с этой катки повыкидывало. В этот момент я, в принципе, и зашел на бой, со мной тут еще в катке играет Тёмик, но он не на голосе, просто играет, нагибает. Я вот, считай, к нему так залетел, подумал бы, почему бы не записать тут какой-нибудь ролик, вообще покатать, давно не катал на таких каточках. Примки у меня, к сожалению, нету, попробуем ее выбить с 10 контейнеров. У меня контейнеры на этом аккаунте имеются. Сейчас покатаем еще немножко, и под конец данного боя попробуем выбить премку с 10 контейнеров. Упадет мне она или не упадет, будет, в принципе, все это дело видно. Но, что касаемо данного боя, зашел я в него за час до конца, то есть за 50 минут я набил 3 300 опыта, что для данной катки является очень-таки хорошим показателем. В среднем это получается за 15 минут я набивал по 1000 опыта, и это, безусловно, очень-таки круто. Что касаемо фонда, то, скорее всего, здесь будет коэффициент x2, и где-то я должен получать около 7000 по моим раскладам. Возможно, может, чуть-чуть меньше, но где-то в районе этих цифр, если мне дадут, то было бы очень-таки неплохо. То есть с премкой это получается сколько? Где-то 14000. Ну, с премкой взять бы хотя бы, наверное, 12 было бы нормально. То есть 6к с такого боя было бы неплохо взять. Отрыв, в принципе, у нас в данном бою имеется, что дает уже определенный буст, можно так сказать, и поэтому с этой катки должны взять неплохо так. Сейчас, ребят, пойдем на респы, будем открывать контейнеры, то есть потихоньку, через каждый респ, наверное, будем открывать по одной-две штучки, чтобы у нас хоть какая-то интрижка сохранялась. Открываем первый, первый у нас 125 двойного урона, второй. Премка, изи катка, 3 дня према, ну и все, в принципе, ну ладно. Я, в принципе, могу уже не продолжать открывать контейнеры, блин, изи каточка, второй контейнер, 3 дня премки у него уже упало, и, в принципе, норм. Напишу в чат. Со второго конта прем. Тёмик в катке сейчас сидит, увидит это все дело, неплохо мне упало. В принципе, я хотел премку выбить, чтобы с этой каточки подработать немного побольше, и у меня уже это получилось со второго контейнера очень-таки угодно все это дело. Осталось у нас 7 минут до конца боя, 60 тысяч фонда, и что касаемо фонда, за это время набилось, получается, сколько у нас бой идет? Бой идет где-то 4 часа, 60 тысяч для таких званий, это тоже довольно-таки неплохие цифры. Но давайте, в принципе, всё равно откроем 10 контейнеров, может мне что-то годное сегодня упадет с них. В принципе, если со второго контейнера мне уже падает премиум аккаунт, то есть с десятки может выпасть что-нибудь хорошее. Почему бы и нет? Вдруг у него упадет каких-нибудь 100 тысяч кристаллов еще дополнительно. Было бы вообще круто в этом плане, поэтому... Чем чёрт не шутит, давайте пооткрываем. Ещё две штучки, пока нарез полетим, откроем. 50 батареек. О, батарейки, это, конечно, круто, они мне пригодятся. 125 двойной защиты. В принципе, я мог уже, наверное, дальше не открывать, но лучше с первого, Тёма пишет. Ну да, можно было бы, конечно, если бы с первого мне упало, можно было бы уже не открывать десятку контейнеров, раз уже начали, раз уже сказал, что откроем, значит, откроем десяточку, посмотрим, повезет ли мне сегодня, упадет ли вообще что-то годное, не упадет, будет всё это дело видно. Играл я почти что весь бой на громе. Сначала я зашёл на катку, поиграл немножко на фрезе, буквально где-то 300 опыта я набил на фрезе с моим М3. Ну, чё-то мне не очень понравилось, не понравилось, что мне надо так долго ехать за противниками, при том, что, в принципе, они более-менее точку захватывают, но есть одно большое но. У меня нет резистов пока ни от фреза, ни от жиги, но когда ты играешь на пушке ближнего боя без резистов от жиги и фреза, это, конечно, провал полнейший, и в этом плане я подумал, что лучше я возьму грома, больше посейвлю где-то, больше постреляю именно сдалека, по сплэш-урону наношу, и, в принципе, будет намного выгоднее, хоть у меня гром здесь ещё не докачан, вот только качан на 5 шагов. Но в ближайшее время мы, конечно же, это всё докачаем, прикупим эти два недостающих модуля, которые в наше время при таком балансе в игре очень-таки нужны. Мы купим сразу эти два модуля, если скидка у нас будет 50%, в принципе, она должна быть, по моим прогнозам, 50% на день танкиста, если как раз-таки нам эту песяточку дадут, то обязательно мы прикопим данные два модуля, и будет у меня уже резист и от фреза, и от жиги, и спокойно в таких боях я буду без особых проблем играть на всяких фрезах, жигах и тому прочему, при этом мне не будет никто сливать. Ну и гром, конечно, мы тоже докачаем, в принципе, 5 шагов уже чувствуется, что прокачка хорошая имеется, но при пул прокачки будет ещё намного лучше. Поэтому как-то так. До конца боя у нас остаётся 4, 24 с половиной минутки, давайте сейчас уходим на резку, сразу летим открывать ещё 2 контейнера, 4 мы уже открыли, ещё 2 открываем, 125 мин, и ещё, и 125 двойной защиты. Ну, что-то пока не особо идёт, первые 2 контейнера были явно получше, чем последующие, с первых двух сразу упала премка, и в принципе уже бы, можно было бы не открывать, как бы, эти контейнеры, потому что что-то введение от меня куда-то ушло. Ну, ничего страшного, ничего страшного, ещё у нас 4 контейнера имеются, я думаю, что с этих 4 мне ещё что-то может упасть. 60 тысяч фонда, 60 тысяч фонда для такого боя, в принципе, для таких званий, довольно-таки приличные цифры, и я думаю, что с этих цифр тоже мне должно неплохо так отсыпать, всё-таки не просто так же я покатал целый часик, ещё и премку выбил. Ну ладно, пока лежим в минусе, открываем ещё 2 контейнера, то у нас до конца боя осталось 2 минуты, двойная защита, ну хоть что-то упади мне, кроме белого, пожалуйста, ну, нет, не хочет мне давать, кроме белого, ничего, двойная защита и мина, конечно, но это провал, это просто провал. 3 минуты до конца, давайте немного интригу потянем с этими двумя контейнерами, попробуем набить, ребят, кстати, 2, ой, какие, 2, 4 тысячи опыта в данном бою, но по ходу дела я уже не успею набить 4К, хотя очень-таки хорошо к этой четвёрке я шёл, если бы, возможно, не открывал контейнеры, может быть, сейчас бы всё было бы немножко получше, но, в принципе, ничего страшного, около 4 тысяч тоже неплохо, в среднем за 15 минут по 1 тысячу, это довольно-таки хороший результат. Если вам, ребят, понравится данный ролик, и вы вообще любите смотреть такие ролики, где забираем какие-то там фанды, что-то грабим, давно у нас уже такого не было на канале, то обязательно напишите по этому поводу в комментарии, напишите, нравится вам вообще такого плана ролики, и хотели бы вы видеть больше всяких там грабежей, понятное дело, что на стримах у нас сейчас такого очень мало появляется, но что касаемо именно концовки битвы, сколько я заберу, как тут вообще что у нас получится, в принципе, можно такие ролики, я думаю, записывать, если вам, конечно, это всё дело будет нравиться, поэтому по этому поводу обязательно отпишите в комментарии, ну, а до конца боя у нас остаётся 2 минуты, мы сейчас откроем ещё последних 2 контейнера, и, в принципе, будем ждать распределения фонда, я думаю, что около, ну, 10 тысяч точно я с премкой должен брать, ну, просто обязан, если 10к не брать с такой катки, то это, конечно, будет провал полнейший, 125 ускорений, но только ускорений мне не хватало, и последний контейнер на сегодня даёт кристаллы, 3,5 тысячи, ну, такое себе, такое себе открытие, в принципе, открывать после премки особо смысла не было, с этими одними белыми свечениями, мне ничем здесь вообще не порадовало, ну, ладно, ну, ладно, в каком-нибудь следующем ролике откроем ещё контейнеры, может, в следующий раз мне больше повезёт, ну, а сегодня не очень-таки повезло, хотя премка упала, мне нужна была она, и, в принципе, я её добился, премка мне выпала. 50 секунд остаётся до конца боя, что касаемо опыта, то 4000 я уже точно не набью, ну, хотя бы ещё бы 50 опыта набить, я был бы доволен данной каткой, поэтому давайте попробуем ещё 30, 30 опыта осталось набить, 30, 30 опыта, там урон залетел, тут урон дабл килл тоже залетел, по 5 опыта с танков, и будет нормально, да? По 5 мне должны были дать, нет, по 5 мне не дали, а, это же у нас не матчмейкинг, я забыл, здесь уже распределение у нас немножко другое, здесь не так, как распределяется у нас в матчмейкинге, здесь всё более честно, а то я уже привык к матчмейкинговым битвам, где за килл дают 15, а просто за дамаг по танку дают 5. Ну и всё, 5, 4, 3, 2, 1, и смотрим, сколько мы получаем, 10 тысяч получаем, в принципе, я ожидал, конечно, немножко больших цифр, но 10к, в принципе, тоже неплохо, можно было бы получить хотя бы шестёрочку, с этой катки x2, понятно, что здесь не будет, хотя я тоже надеялся, но такой коэффициент довольно-таки неплохой, где-то x, 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 сколько у нас, чуть меньше x, 1,5 дало, но если бы 1,7, 1,8 где-то дало, для тех, кто разбирается в этом, говорю, что это было бы довольно-таки неплохо. Ну вот такой вот ролик у нас сегодня получился, если вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, также участвуйте в конкурсе в группе, ссылочку на которую я тоже оставлю в описании, ну а на этом всё, спасибо, ребят, что смотрели, всем удачи и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!